Привет, друзья! Сегодня меня пригласили в гости, в мастерскую, в творческую мастерскую «Нескучная классика». Пригласила сюда меня дизайнер интерьеров Елена Тимохова. И здесь она трудится вместе со своим отцом. Пойдемте смотреть. По мастерской, собственно, здесь. Осторожно. И запах дерева сразу. Запах дерева, да. Вот сейчас у нас в работе заканчивается заказ для кафе. Это вот столешницы из дуба, готовые под отделку уже. Скоро появятся они, не знаю, в кафе нашего города, пока не буду раскрывать название. Пусть будет интриг, потом расскажем. Кто попадал в подобные мастерские, тот поймет мои восхищения людьми, которые творят реальность своими руками. Для моего непрофессионального взгляда даже простые сверла видятся непростыми. Продолжение следует... В этой мастерской мебель не только рождается, но и получает вторую жизнь. В руках Игоря Ивановича, папы и Лены перерождались даже предметы мебели, которым исполнилось несколько сотен лет. Это переобивали. Эти стулья папа делал уже давно. Да, вот эти стулья ты еще в той мастерской делал первый раз? Да, позвонили. Но после него меня еще их двое уже делали. То есть они были очень давно реставрированы, потом реставрировал еще кто-то, а потом папа нашел его заказчик и перевез их реставрировал. Хлопок, вот он, вот он, хлопок. Именно их, потому что, почему американцы, потому что вот эти рисунки, они только им свойственны. Там у них всякие решеточки, сеточки, шевроны, то есть эти зигзаги. Очень много. И то, о чем раньше надо было ехать, договариваться на выставке, общаться с менеджером, д-д-д-д-д-д-д-д-д-д. Когда сейчас я общаюсь практически с одним из главных людей, которые сам привозят эти ткани напрямую через тот же Инстаграм. Это гораздо упрощает. Время меньше уходит на это. То есть с момента, как мы договорились о том, что вот у вас крутые ткани, они говорят, давайте работать, давайте, что два месяца, все, мы работаем. То есть раньше это были бы какие-то там, ну, более длительные моменты общения. Сейчас посмотрела, увидела, хотела, вот она приехала. Масло вот это мое прям чудесное, масло с твердым воском, то есть от покрытия тоже много зависит. И мы про него уже давно знаем, но не было востребовано, то есть хотят там лак или еще что-то. А сейчас маятник отчинулся в ту сторону, что люди даже, которые экономят там на бюджете, там какой-то ремонт экономичный делать, мебель у него выбирать недорогую, они все равно не хотят экономить на качестве. Выпустили в прошлом году серию мебели, ну, своей дизайнерской, ну, как мастерская разработала. Даже не мебель, это предметы декора, это лестницкие такие декоративные для интерьера. И мы их покрыли, мы там опробовали это масло первый раз, и выбрали, мы искали масло без эффекта покрытия, что его не видно вообще. То есть это вот тонированное масло, его видно, да, ну, видно, что чем-то покрыто. А у нас есть вот эта лестница, которую мы сделали, тоже из дуба, и то есть даже на ощупь не чувствуется, что чем-то обработано. Вот стол, я его нашла на Авито, вот его, она писала, ну, как написала, людям, они, забирайте там, кто-нибудь заберите. Я не помню, даже там сумма какая-то была вообще смешная. Я пишу, мне нужно. А потом он говорит, все, человек, все, нормально, давайте. Я ему пишу, а можно достать это в Орел? Он такой, зачем вам это рухлить в Орле? Зачем вам вот столько, ну, сил прилавить, чтобы это приехало? Он говорит, ну, он красивый, что красивый, вот это вот красивый. А там видно, что гараж, да, да, пожалуйста, оформите там, привезите. Вот человек сам его довез, оформил, я уже до сих пор получила, привезла, вообще страшно рада. А еще у нас есть столик, который тоже привезла из, получается, из Питера. Бамбуковый столик с такой зеленой обивкой. Ну, это, не знаю, наверное, серия мебели была, она достаточно популярная была, потому что достаточно много у нас предметов этих. И когда я опять же написала человеку, там молодой парень, например, продавал. Я говорю, вот, давайте, мне надо. Но опять же, это тоже Питер, это, видимо, там было в одно время я смотрела. Я говорю, ну, это надо в Орел. Он мне пишет, вы знаете, я говорю, это бабушкин столик, она из Орла. И из Орла, ну, когда переезжал, он привезла все с собой. Он вернулся на родину. Да, и он вернулся на родину, все, говорит, нам все отправили, привезем. Он вернулся на родину, у нас теперь станет гастролировать по выставкам тоже. Вот, так что вообще сейчас очень, мне нравится сейчас жить, потому что можно все. То есть стол из Питера, пожалуйста, даже ехать никуда не надо, он сам приедет. А я вот на свой рабочий стол смотрю, я периодически на него навалю всякого добра, швейного, не швейного. И мне иногда казалось, что у других людей порядок, все разложено по полочкам, и смотрю, что нет. Когда большой объем, одно-одно-одно меняется, некогда. Потом перепрос, придется навести его, больше всего уже занят. А я только-только вот закончил эти стулья отбивать. Порядок в голове, нет, порядок на столе, говорит о порядке в голове. А о чем говорит пустой стол? Сместизировано, когда ты этим не пользуешься. Он лежит, ручка на своем месте, листочки на своем месте. Когда ты только начинаешь этим пользоваться, то все сразу, мысли, мысли, мысли. Я раньше не могла, я думать могу только вот, ну как, с бумагой или с ручкой, или с кандашом. Я не могу думать сразу в телефоне или сразу на компьютере. То есть мне нужен, мысль через руку идет. У всех по-разному. Ну вот я не могу. Я чай-гаджет, я вот думаю. Я научилась только писать сейчас через телефон, не записывая сначала вот этот ручей. Вот только-только. А так мне нужно сначала вот прочувствовать. А рисует, ну, все интерьеры, все, что у меня связано с работой. Там планы, план уроков, которые я сейчас пишу. Я могу писать только вот через руку. Вот мне думается, вот он связь, через правую руку. Все, мы даже когда летом, нет-нет-нет, зимой там куда-нибудь идем, я, например, боюсь кататься на коньках. Я один раз на них встала и кричала, только не руки, только не руки, я думать не смогу. Только не руки, пусть ноги, только не руки. Поэтому у кого что, да, все по-разному. А ты тут что-то руками делаешь? Здесь руками, но сейчас мы будем присутствовать, я буду красить раму сейчас. Мы можем так положить. Вот, расскажи, как лучше. Сначала мы делаем образцы, потом поступил заказ, да, сделать рамку. Но там покраска сначала другая. Она нам сказали, что мы хотим немножко, как бы, припылить так белым поверху. А как припылить белым поверху? Потому что очень разные, много вариантов. Мы сделали сначала выкрасы на образцах. Вот. Человек выбрал, отметил. И вот сейчас мы будем, точнее, вот они сначала вот это, потом вот это вот. Будем делать такую фактуру. Можно создать такой эффект старого, как бы, немного испачканного белой краской. Сейчас буду искать, как мне... О, вот, все пошло как надо. В одном направлении выделяю верхний рельеф. То есть здесь рамка броширована. И вот эти вот места, которые самые верхние, они и нужно окрасить, чтобы вглубь краска не попадала. Это не совсем краска, это масло. На масляной основе материал. Не знаю, как вы, а у меня от всего увиденного и услышанного зачесались руки. Дайте мне кисти покрасить что-нибудь. Творческие люди всегда вдохновляют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова